Две управляющие компании Самара штрафованы на 750 тысяч рублей каждая, причем под административное наказание попали уже по второму разу. Сначала госжилинспекция уличила организации в непрозрачности работы, но штраф в 250 тысяч рублей они так и не оплатили. И теперь по решению суда должны уже в двойном размере, а именно по полмиллиона каждая. Причем деньги организациям нельзя будет взять из средств, получаемых на оплату коммунальных услуг. Таким образом уменьшается прибыль управляющей организации. Средства направят в бюджет города. Всего 1600 организаций ЖКХ области общаются с собственниками квартир в интернете. Из них только 300 управляющие компании. Далеко не каждая заявляет о себе в госжилинспекцию. Десять муниципалитетов всего подключены в электронные ЖКХ. Это Богатовский район, Большечерниговский район, Волжский, Самара, Новокуйбышевск, Отрадный, Чапаевск, Исоклинский, Кенельский районы. Подключены в этом году. В следующем году планируется подключить все оставшиеся муниципалитеты. Тем временем на председателя одного из самарских ТСЖ зовет Дину уголовное дело. Его обвиняют в растрате полутора миллионов рублей. И не только. 88-летняя жительница дома по адресу проспект Ленина 1 утверждает, мужчина к тому же распускал руки и сбил ее в собственном подъезде. После чего пенсионерка объявила обидчику информационную войну. Стало распространять разоблачающие листовки. Мол, с финансами в товариществе собственников жилья не все гладко. Факты проверили. В итоге суд признал председателя ТСЖ проспект виновным в нанесении побоев. И назначил штраф 10 тысяч рублей. Проверка показала, что председателям товарища собственников жилья не проведена ежегодная корректировка платы за отопление. В период 2008-2009 года на сумму более полутора миллионов рублей. Более того, детальная проверка показала, что данные денежные средства были потрачены на цели, не связанные с нужными ТСЖ. Продолжение следует...